Строительство атомной электростанции стало ключевым фактором развития испанского города Трильо. Открытие стратегического объекта в 1988 году привело к значительным улучшениям в инфраструктуре и росту благосостояния местных жителей. Подробнее расскажем в материале. АЭС Трильо находится в 140 километрах от Мадрида. Ее запустили в 1988 году и с тех пор она обеспечивает электроэнергией центральную часть страны. Всего же Испания располагает пятью АЭС, которые производят 20% необходимой электроэнергии, обеспечивая ею 15 миллионов человек. Как отметил директор Испанской отраслевой ассоциации Foreign Nuclear, атомная энергетика имеет большое значение для Испании, как постоянный, надежный и стабильный источник энергии. АЭС – залог энергетической стабильности Испании. В отличие от ветряных мельниц и солнечных панелей, атомные электростанции производят энергию без каких-либо задержек. А ветряная и солнечная энергия, я бы сказал, сдерживают развитие производства. Газ и уголь предлагаются в качестве еще одного альтернативного источника. Но они выделяют огромное количество углекислого газа, который вредит климату. Город Трильо с населением тысячи человек расположен в непосредственной близости от реакторов. И жизнь здесь кипит. Местные жители говорят, что АЭС оказала положительное влияние на социально-экономическое развитие города. Я родился и вырос в Трильо. Город развивался на моих глазах. До строительства АЭС мы занимались исключительно сельским хозяйством. Хотя земля здесь бесплотная, климат суровый. Затем здесь построили санаторий и АЭС. Начала развиваться инфраструктура. Благосостояние жителей улучшилось и доходы выросли. Я мама. Не думаю, что у моих детей есть какие-либо риски для здоровья. Вредные отходы из АЭС не выбрасываются. Вот уже много лет живу здесь. Никаких проблем не испытывали. Благодаря АЭС улучшился уровень жизни населения. У нас есть доступ к качественному образованию и медицине. Люди обеспечены работой. Улицы чистые. АЭС Трильо расположена на берегу Тахо. Это крупнейшая река Пиренейского полуострова. Помимо сельского хозяйства, воды Тахо используют для охлаждения реакторов на АЭС. К слову, станция не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому местные жители без каких-либо опасений пользуются водой из Тахо.